Приветствую вас! Что заключается в том, что вы в своем небольшом тексте принимаете сразу несколько вопросов, первый из которых заключается в том, почему вы просите парни вернуться, конкретно бегаете за ним и т.д. То есть, что заставляет вас, по сути дела, унижать себя, обесценивать себя, ставить себя в зависимость от мужчины и т.д. Какие потребности, какие еще, какие желания? Это первый важный вопрос. Прямо то, что вы от него зависите, это очевидно. Когда девушка бегает за парнем, умоляет его вернуться и т.д. А он не хочет, это вот как раз таки зависимость. Что вам, вот конкретно вам, нужно от мужчины? Понимаете ли вы, что думаете о себе в этот момент и о нем? Потому что, если вы его любите, если вы понимаете ему счастье, то, наверное, понимаете, что если он с вами расстался, если вы расстались, значит, может быть, для этого есть основания и, возможно, у вас нет будущих. Но вы все равно продолжаете, как бы, пытаться его вернуть. И в этот момент вы думаете о себе, о себе, не о нем. И таким образом получается, что вы свои желания пытаетесь реализовать через него. Что не есть хорошо. Что заставляет человека чувствовать, что вы в нем растворяетесь. Что, опять же, негативно сказывается на вашей личности, на вашей самобытности, на вашей индивидуальности. И мужчина просто-напросто перестает видеть вас, женщину, свою женщину. Сталия, вы говорите, что собираюсь уехать в другую страну, потому что в этом городе невыносимо. Стоит ли? А смотреть, для чего стоит? Если вы просто хотите уехать в другую страну, ну, вот, скажем так, потому что вы собираетесь это делать, собираетесь уезжать в другую страну, ну, тогда, безусловно, что, потому что, если вы, например, хотите эмигрировать, то эмиграция в другую страну, если вам это нравится, если вы считаете, что вам там в другой стране будет лучше, то, конечно же, уезжаете. Если вы таким образом пытаетесь, эм, значит, убежать от проблем, которые у вас, эм, ну, вот, есть по моему мнению, если вы таким образом хотите, эм, просто-напросто решить свои проблемы, ну, вот, если вы так думаете, что, э, решите таким образом, э, свои проблемы, эм, то здесь, конечно, ситуация заключается в том, что вы, э, несколько, э, заблуждаетесь, потому что свои проблемы э, э, таким образом вы не решите. К сожалению, они, эти проблемы э, э, все равно будут э, э, с вами, э, и они, ну, никуда от вас э, не денутся. То есть вы-то все равно будете собой, понимаете, вы-то все равно будете э, э, той, кто вы, кто вы есть, и, э, э, проблема ваша, ну, к сожалению, к сожалению, к сожалению, не разрешаться никак. Э, 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 так что, если вы именно хотите убежать от, э, э, скажем так, э, э, ну, от мужчины, например, например, да, от проблем, э, э, которые, вот, ну, э, которые вы видите э, э, в контексте него, э, то обязательно стоит, э, вам нужно, э, э, разрешить, э, свои, э, проблемы в первую очередь, именно те проблемы, которые, ну, опять же, на мой взгляд, обуславливают то, что с вами сейчас происходит. Это является куда более важным, чем, например, то, что вот вы пишете, значит, о том, что вы хотите уехать. Далее. Далее вы пишете такую вещь. Вы пишете, что хотите, говорите, что лучше бы молодого человека мне вернуть, говорите вы. То есть, смотрите, вы как бы рассматриваете вариант, такой вариант, что вы его вернете. Думаю, если уеду, он опомнится. Давайте подумаем. Ну, по возможности, так, вы знаете, все-таки спокойно. А нужен ли вам человек такой, который не хочет, например, ну, допустим, с вами быть? Вот нужен ли вам такой мужчина, который, по сути дела, вас, ну, скажем так, мучает, который, скажем так, вас манипулирует вами, который, там, например, ну, не отпускает вас, который, который, там, думает о себе, вот, ну, какие-то моменты, да, и так далее. То есть, подумайте сами, зачем вам такого человека вообще возвращать? Нужен ли вам такой мужчина? Если да, то, собственно говоря, для чего? Для чего он вам тогда нужен? Неужели вы считаете, что вы можете быть достойным, вот, подробного мужчины? Зачем вам его возвращать? А главное, является ли он действительно стабильным для вас? То есть, может ли он дать вам, вот, как раз, ту самую стабильность, которая вам нужна? Может ли он вам ее дать? Фактически. Вот об этом я хотел бы, чтобы вы, как следует, подумали, потому что это очень важный момент. На самом деле, это очень важная деталь. И вот, если вы обо всем этом, как следует, подумаете, если вы обо всем этом, как следует, размыслите, то я думаю, что вам придет правильное решение. Знаете, если вы расстались из-за какой-то своей ошибки, если вы расстались из-за того, что, например, как-то поругались, кто-то как-то друг друга неправильно понял и так далее, это одно. Это может быть справка. Уезжать не надо. Просто перестаньте обращать внимание на человека. Не хочет он возвращаться, не пытаетесь его вернуть. Вы, еще раз повторю, себя таким образом унижаете. Но если вы расстались просто потому, что мужчина захотел с вами расстаться, то, тем более, не нужно без этого проблем. Нужно проанализировать ваше поведение, исходя из вашего поведения, подумать, какие ошибки вы совершили, что позволяет им себе такое вот поведение со своей стороны. Вот об этом я и рекомендую вам подумать. Ну, а на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Кстати, знаете, возвращать мужчину нужно не тем, чтобы уезжать куда-то, а тем, чтобы мужчина видел, что вы именно та женщина, которую он хочет видеть рядом с собой. Кто хотел быть с вами, а не боялся вас потерять. Бояться потерять нужно, но нужно, чтобы он знал, что кого именно он боится потерять. Что он боится потерять? А не так просто, что он потеряет что-то для себя. Это, кстати, совсем не то. Ну, опомнится он, ну, вернет он вас. А дальше-то что? Вы останетесь в той же самой. Поэтому, чтобы мужчина вас ценил, и чтобы мужчина вам не дорожил, нужно стать именно той женщиной, которая ему нужна. А для этого необходимо, опять же, анализировать его предпочтения и ваши возможности. Если вы хотите его вернуть, и если ваше желание действительно серьезное и сильное, то выбирайте эксперта и начинайте консультироваться по этому поводу. Уверен, что я и мои коллеги будем рады вам помочь. Ну, а я желаю вам всего доброго и удачи!